Скорейшего решения приграничных вопросов ожидают жители Баткенской области. Как отметил делегат от Кадамджайского района Мурсалейн Максутов, только после того, как в определении линии границы будет поставлена точка, можно будет говорить о развитии региона. «Уважаемый Садырн Роджиевич, от имени жителей нашей области мы хотели бы обратиться к вам с просьбой как можно скорее решить вопрос делимитации и деморгации госграницы с Таджикистаном. Ни для кого не секрет, что именно приграничные вопросы сегодня являются главным препятствием для развития нашего региона». Делегат из Иссыкульской области обеспокоен проблемой экологии. По его словам, деятельность пансионатов наносит колоссальный вред окружающей среде. Он обратился к руководству страны с просьбой проконтролировать работу зоны отдыха. «Вопрос точных вод в пансионатах – это одна из главных проблем нашей области. Сегодня дренажная система многих зон отдыха уже устарела, что крайне негативно сказывается на экологии окружающей среды. Мы бы хотели попросить вести какой-нибудь контроль со стороны соответствующих органов». Делегаты из Иссыкульской области отмечают, что в некоторых районах актуально остаётся проблема нехватки медицинских учреждений. Это несмотря на соседство со столицей страны. «И самое главное, 201 тысячное население, которое вмещает в себе из 80 представителей наций, Аламедуинский район не имеет районной территориальной больницы. В связи с этим у меня будет просьба от представителей кабинета министров, от президента, чтобы рассмотрели этот вопрос». В ходе народного Курултая всем делегатам были предоставлены равные условия, и каждый из них смог рассказать о наболевших проблемах своего региона. Как отметил госсекретарь, одна из главных задач народного Курултая – это дать возможность делегатам рассказать о наболевших проблемах. Это также позволит руководству страны из уст простых жителей узнать, как на самом деле обстоят дела в регионах страны. «Целью Народного съезда является непосредственная встреча с главой государства и обмен мнениями с делегатами, избранными от регионов. Здесь нет подготовленных или так называемых дежурных делегатов. Здесь организована взаимосвязь между народом и властью. В ходе обсуждения насущных вопросов жители регионов будут предприняты дальнейшие шаги с ученым ключевых предложений по развитию страны». Институт Курултая исторически был механизмом единения для кыргызов, отмечают аналитики. Издревле пользовался значимым авторитетом среди кыргызов. Именно путем Курултая решались самые судьбоносные вопросы государства и возобновление традиции. Это требование с сегодняшнего дня. «Вот я посмотрел выступления делегатов из разных областей. Каждый из них затронул очень весомые проблемы того или иного региона. Выявление и решение всех озвученных проблем будет способствовать развитию страны в целом. К тому же сам Курултай полностью соответствует принципам демократии». В первом народном Курултая принимают участие представители самых разных сфер. По словам организаторов, это примечательно тем, что здесь будут отмечены проблемы в разных отраслях. В числе делегатов также есть женщины, которые акцентировали внимание на социальных проблемах общества. Курултая, это подлинная народовласть, отмечают аналитики. И то, как сегодня на высоком уровне проходит первый народный съезд, дает надежду на то, что этот институт оправдает ожидания общества. «Я считаю, что этот Курултай очень своевременно сделан, потому что это действительно такой мост между народом и властью. Своего рода общественно-государственная комиссия такая собралась для решения насущных проблем. Те проблемы, которые действительно затрагивают наши села, города, нашу республику». Во второй день народного Курултая будет принята резолюция, где будут прописаны все просьбы и рекомендации граждан. И в ходе уже следующего народного Курултая будет проведен анализ, какие проблемы были решены, а какие нет и по какой причине.